МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Принято считать, что самые быстрые самолеты – это истребители. Однако несколько десятилетий назад в Советском Союзе был создан тяжелый ракетоносец, соревноваться в скорости с которым не мог ни один истребитель в мире. Самолет Павла Сухого Т-4 в фильме «Оружие». В начале 60-х годов Советский Союз достиг стратегического паритета со своим основным противником в глобальном противостоянии с Соединенными Штатами Америки. Это произошло благодаря ускоренному развитию бомбардировочной авиации и ракетно-ядерных систем. Обе стороны на этом не остановились и продолжили гонку вооружений. Соединенные Штаты совершенствовали свои стратегические арсеналы и добились в этом серьезных успехов. Поднялись в воздух прототипы стратегического бомбардировщика XB-70 «Валькирия» и самолета-разведчика SR-71 «Блэкбёрд». Пентагон приступал к созданию стратегического бомбардировщика Б-1 в потенциале самого совершенного авиационного ударного комплекса. Один за другим входили в состав американского военно-морского флота атомные подводные лодки и мощные плавучие аэродромы – авианосцы. 12-я группировка наиболее опасно представляла для кораблей боевых в океанах, на морских просторах, где они сами себя только могли защитить. И близко к берегу морских баз. И кроме того, на этих кораблях находились противолодочные разведчики, которые могли разведывать наши подводные лодки тоже. И все это давало им преимущество на морских театрах военных действий. Вот в этом опасности авианосцев и их соединения авианосцев. Игнорировать такую угрозу СССР не мог. В 1963 году советские военные поставили задачу – создать стратегический авиационный ударно-разведывательный комплекс, который на дальностях до 7 тысяч километров мог находить и с помощью управляемых ракет уничтожать любые цели. Приоритетными среди них были авианосные группировки потенциального противника. Среди конструкторских бюро объявили конкурс. Свои проекты представили КБ Павла Сухого, Александра Яковлева и Андрея Туполева. Победителем признали самолет Т-4, предложенный Сухим. Это было неожиданное решение. Ведь КБ Сухого специализировалось на легких фронтовых истребителях и перехватчиках. А здесь – стратегический ракетоносец весом в 100 тонн. Главным козырем Т-4 стала высочайшая крейсерская скорость полета – 3200 километров в час. Три скорости звука. Это обещало полную неуязвимость машины при прорыве ПВО противника. Патриарх советской бомбардировочной авиации Андрей Туполев резко возражал против передачи проекта Павлу Сухому. Во время заседания научно-технического совета Минавиапрома Туполев сказал «Сухой – мой ученик. Я считаю, что он с этой задачей не справится». На что Павел Сухой не без доли юмора ответил «Андрей Николаевич, именно потому что я ваш ученик, я с этой задачей справлюсь». Неофициально самолет Т-4 назвали «соткой» из-за взлетного веса машины. Разработку проекта возглавил Наум Черняков. Черняков Наум Семенович. Конструктор авиационной и космической техники, доктор технических наук, профессор. Годы жизни – 1915-1998. Родился в Черниговской губернии. В 1939 году окончил Московский авиационный институт. Работал в конструкторских бюро «Лавочкино» и «Челомея». Разрабатывал первую в Советском Союзе управляемую ракету класса «Земля-воздух» для системы противовоздушной обороны Москвы С-25. Руководил созданием сверхзвуковых крылатых ракет. С 1961 года заместитель генерального конструктора Павла Осиповича Сухого. Наум Черняков уже имел опыт работы над стратегическими межконтинентальными системами. В 50-х годах он был главным конструктором сверхзвуковой беспилотной двухступенчатой крылатой ракеты «Буря». Она могла летать на расстоянии нескольких тысяч километров со скоростью 3500 километров в час. При создании «Бури» впервые широко использовался титан – легкий металл, который выдерживает огромные температуры. Он оказался незаменим в условиях длительного полета на больших сверхзвуковых скоростях. Проект был закрыт в 1960 году, но многие наработки по «Буре» – термостойки и материалы, технологии их обработки – использовались при строительстве Т-4. Практически все в конструкции этой машины было новым и неизведанным. Поэтому работа над самолетом позволила поднять на новую высоту многие отрасли науки и техники. Т-4 стал своеобразным техническим университетом, через который прошли участники его создания. В целом, при создании Т-4 было внедрено 600 изобретений. Ни на одном самолете, построенном к тому времени в СССР, не было такого большого количества оригинальных разработок. Вместе с КБ Сухого над созданием «Сотки» активно работали ученые Центрального аэрогидродинамического института. Они принимали участие в разработке аэродинамической схемы и оригинальной системы управления. Была выбрана компоновка по схеме «Утка» с передним горизонтальным оперением. Оно дает, в первую очередь, поперечную устойчивость и управляемость. Поскольку на больших, особенно уголах атаки, крыло, срыв потока может затенить рули, стабилизатор, который находится за крылом. И ухудшаются характеристики управляемости. И для этого ставят впереди систему управления, которую называлась система «Утка», и которая повышает эти характеристики, улучшает характеристики. Для снижения лобового сопротивления носовую часть решили сделать подвижной. На взлете и посадке летчик наклонял бы ее вниз, в полете закрывал, пилотируя самолет только по приборам. Это было крайне рискованное решение. Однако оно обещало большой прирост скорости. Корпус машины решили сделать смешанным. Из титана и стали. Уникальный самолет требовал не менее уникальных двигателей, которые могли бы работать в невиданных ранее условиях высоких температур и разреженного воздуха. Такие силовые установки сделали в Рыбинске. Воздухозаборники и четыре двигателя установили под фюзеляжем «Сотки» одним пакетом. Острословы тут же прозвали такую схему «коммунальной постелью». Впервые в отечественной практике на самолете была применена сверхнадежная электродистанционная система управления с четырехкратным резервированием. 22 августа 1972 года летчик-испытатель Владимир Ильюшин и штурман Николай Алферов заняли места в кабине первого опытного экземпляра Т-4. На аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковском собрались конструкторы, инженеры, ученые, представители военно-воздушных сил. Машина легко взлетела и быстро набрала высоту. «Сотка» оказалась проста в пилотировании, обладала хорошей устойчивостью и управляемостью. Первый сорокаминутный полет прошел успешно без каких-либо замечаний. «Это самолет 21 века», сказал Владимир Ильюшин после мягкой посадки. Т-4. Бомбардировщик-ракетоносец. Длина 44 метра. Размах крыльев 22 метра. Максимальная взлетная масса 135 тонн. Силовая установка 4 турбореактивных двигателя РД-3641 тягой по 16 тысяч килограммов. Максимальная скорость – 3200 километров в час. Практический потолок – 18 тысяч метров. Практическая дальность – 7 тысяч километров. Боевая нагрузка. Две гиперзвуковые управляемые ракеты класса «Воздух-поверхность». Экипаж – два человека. По плану летных испытаний первого этапа прошло 9 полетов ракетоносца Т-4. Их результаты привели заказчиков из Министерства обороны буквально в состояние эйфории. Километр в секунду. С такой скоростью противовоздушные средства любого противника справятся не в состоянии даже сегодня, в 21-м столетии. Стотонная машина управлялась так же легко, как обычный истребитель. Полученные летные характеристики полностью совпадали с расчетными. Главнокомандующий военно-воздушными силами Советского Союза главный маршал авиации Павел Кутахов так оценил самолет Сухого. Это настоящее русское чудо. По итогам первого этапа испытаний военные заказали промышленности 250 машин. Их должны были строить на заводе в Казани, основной производственной базе КБ Туполева. Но в 1974 году, по указанию Министерства авиационной промышленности, работы над самолетом Т-4 были приостановлены. Генеральный конструктор Павел Сухой пытался выяснить основания для такого решения у министра обороны маршала Гречко. 15 сентября 1975 года генеральный конструктор умер, так и не получив внятного ответа. Официально тему закрыло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 декабря 1975 года. В нем указывалась такая причина прекращения работ посадки. В целях сосредоточения сил и средств на создание Ту-160 как основного стратегического многоцелевого самолета. На базе Т-4 в начале 70-х годов было создано еще два проекта. Модернизированный ракетоносец Т-4М с крылом изменяемой стреловидности, а также Т-4МС, так называемая «двухсотка» – стратегический двухрежимный ударный самолет. Первый летный экземпляр Т-4 находится на вечной стоянке в Центральном музее военно-воздушных сил в подмосковном поселке Монино. Усилия, затраченные на изготовление самолета Т-4, не пропали даром. Многие технические достижения, идеи, воплощенные в нем, были использованы в конструкциях летательных аппаратов следующих поколений. После прекращения работ по тематике Т-4, конструкторское бюро Павла Сухова сосредоточилось на создании истребителей и фронтовых ударных самолетов. Т-4, конструкторское бюро Павла Сухова